И часто так бывает, что в концовках именно аутсайдер забивает тот самый мяч. Тут на самом деле как раз та картина, та возможная картина, которую мы обсуждали еще в первом тайме. Хорошая атака у перуанцев может возникнуть, прострелить бы еще и забить, 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 забить! Перуанцы забивают! Фантастика! Просто фантастика! А вот какой частью тела, какой частью тела этот мяч был забит, мы сейчас и разберемся, по кто нам это наглядно покажет. Так иначе сейчас становится 1-0, пользуясь сборной Перу, и кто этого ожидал? Вот кто? Я извиняюсь перед поклонниками сборной Бразилии, которых огромное количество в России и по всему миру, но я вот этим спичем про фавориты и то, что они увязли в этой игре, я ни в коем случае не хотел никого обидеть или даже накаркать, тем более, что, возможно, мяч был забит рукой. Мяч-то мог бы и не засчитать себе посему, да, арбитр боковой посчитал, что мяч забит именно рукой. Того, какой частью тела сыграл футболист. И вот только теперь мы смотрим повтор. Давайте, ой-ёй-ёй-ёй-ёй, по-моему, рукой. Да, мяч рукой. Причем акцентированное движение рукой. Он забивает мяч рукой. Или нет? А вот здесь вот убирает руку. Давайте глянем вот с этого повтора. Это рука, это абсолютно... Человеку мяч не попал в руку, человек забивает этот мяч рукой. Это скандал. Десять минут остается до конца основного времени второго тайма. Смотрим еще один повтор. Ну, ребята, такие мячи ни в коем случае нельзя засчитывать. Я не знаю, если там был каким-то образом задействован видеоповтор. Судья, который, может быть, и решает, принимает решение.